Иван Ступак, с нами на связи Иван. Рады приветствовать, здравствуйте. Добрый вечер. Да, здравствуйте, студия, рад быть с вами, спасибо за приглашение. Рады вас также видеть, Иван. Давайте начнем как раз с одних из самых горячих таких направлений. Как бы это странно ни звучало, но Крым, временно оккупированный. Казалось бы, активных боевых действий там пока что нет, но глубокий тыл противника уничтожается. Подтверждение этому как раз недавний удар по Керчи. И в свою очередь, Американский институт изучения войны также акцентирует внимание на том, что вооруженные силы Украины делают возможность россиян использовать Крым как плацдарм и сводят это все на минимум. Скажите, пожалуйста, в данном случае достаточно ли ударов по такой технике, по кораблям в тылу? И достаточно ли это будет для того, чтобы препятствовать как можно сильнее логистике, поставкам вооружения, используя временно оккупированный Крым? Ну вопрос такой риторический. Понятно, что недостаточно. Хочется еще, хочется больше, но наши силы делают так, все возможно-невозможно, чтобы увеличить количество ударов, которые даются по Крыму. Смотрите, мы пришли сначала от позиции Крым — это safe heaven, безопасное облачко, которое нельзя трогать, иначе это красная линия, это бордовая линия. И теперь мы пришли к тому, что, ну, ударов, в принципе, недостаточно. Нужно еще, да, там, Крым, он регулярно, там, не знаю, день через день, может, чуть-чуть чаще или реже, там звучат сигналы трибуки. Прилетают скальпели, да, прилетают разнообразнейшие ракеты. Чуть ранее приплывали беспилотники, которые делали СБУ вместе с нашими лучшими умами, рушили Крымский мост, да, выводили из строя на некоторое время. То есть Крым перестал быть безопасным облаточком, еще раз. Уничтожаются корабли, которые стоят в доках, уничтожаются корабли, которые на рейке стоят, корабли, которые ремонтируются, которые еще не спущены на воду, уничтожаются склады. Каждый раз, когда звучит сигнал тревоги в Крыму, Керченский мост прекращает свое сообщение, да, пускается дымовая завеса, он останавливается. Понятно, что это все влияет на логистику и заставляет российские власти, Кремль, так, мост это мало, мост это уязвимо, давайте делать что-то еще. И вот начинают тянуть ЖД-ветку из Ростов, Таганрог, Мариуполь оккупированный, Бердянск в Крым. Вот она планируется, эта ветка, для того, чтобы разгрузить логистику и увеличить пропускную способность из Крыма и в Крым. Иван, если говорить о продолжении темы Крыма, сейчас также видим, что российские оккупанты всячески пытаются насытить Крым современными системами ПВО. Я имею в виду как раз С-400. А существует ли противодействие против этих С-400? Я для наших зрителей поясню, что по факту та же самая ПВО, но только с более точной и сильной возможностью сбивать те или иные. Если я не ошибаюсь, С-400 даже может сбивать и баллистического типа ракеты. Может, да, но пока подтверждения этому не было. То есть много заявлено, что может и вот это, может, не знаю, там и курицу разогревать, если будет интересно. Ну а вот по факту мы достоверно не видели. Но вы спрашиваете, противодействие? Ну уже же уничтожен, причем не один комплекс. Ну давайте, окей, в Крыму был уничтожен один, вот четко подтвердили. На мысе Тарханкут наши военные разыграли многоэтапную операцию. Сначала вывели вышки Бойко из строя, потом вывели, там было много технического оборудования для наблюдения. Потом внезапно ударили по мысу Тарханкут, вывели комплекс С-400, и потом уже вывели из строя и подводную лодку, и корабли, которые находились в доках Севастополя. То есть многоэтапная операция показывает, что можно выводить из строя огромные технические средства. Понятно, не всегда мы признаем, что есть, но я признаю, есть у Российской Федерации технические решения, которые пока мы не можем раскусить или можем раскусить, но не всегда. Поэтому главное, что есть дорога и есть возможность вскрывать эту оборону. А если рассматривать Авдеевку, вот мы только что также перед вашим включением нашим зрителям рассказали о том, что российские войска не оставляют попыток окружить Авдеевку. В Донецкой области об этом говорит начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Такое впечатление, он говорит о том, что это будет определенно третий штурм, пока что он только начинается, скажем так, и явно похоже на то, что пытаются успеть до ухудшения погоды. Так ли это, по вашему мнению? И почему до сих пор они стараются не сильно и прикрывать эти, ну, фактически мясные штурмы. Боятся, что будет атака украинских войск в ответ или же там какая-то другая обстановка? Приходится отводить, скажем так, прикрытие своих войск куда подальше? Ой, интересный вопрос. Смотрите, но это не первый раз, когда российское командование бережет технику, а не бережет войска. Потому что живая сила будет еще, а вот за технику придется отвечать. Техники больше не становятся. Да, где-то там притягивают дополнительные танки расконсервированные, где-то новые сняли, ну, вернее, производство сделали, производство, да, и отправляют на фронт. Но не в том количестве, о котором мечтает российское командование. Поэтому технику приходится беречь, а живая сила, ну, есть, но будет еще заключенный, будут еще, так сказать, узники. Нет, это вот жители СИЗО, скажем так, люди, которые проходят по уголовным делам, но еще не получили приговор российского суда. Они пойдут на войну, пойдут должники, поэтому, ну, этого мяса будет достаточно. Авдеевку будут брать, пытаться снова и снова, уже не первый месяц. Мы просто говорим о ней с октября месяца, но ее пытаются брать намного раньше, даже с весны, даже чуть раньше. Почему Авдеевка? Единственное место на всем фронте, где хоть что-то получается у российского командования. Купинск, Лиман давят, не получается. Запорожье пытается противостоять нашему наступлению. Пока, к сожалению, получается. Не сильно у нас наступление получилось, а вот оборона у россиян сложилась. А вот Авдеевка, я много раз говорил, не нужно быть суперэкспертом, посмотрите на карту Дипстейта, и вы увидите, что клещи практически взяты. 5-7 километров осталось для того, чтобы захлопнуть. Я понимаю замысел российского командования. Нужно еще поднажать, нужно еще упереться, и мы сделаем большой результат. Что даст этот результат? Через месяц стартует кампания по избранию Путина президентом снова, она будет длиться до марта месяца. И вот эта вот победа позволит на новогодние праздники, на рождественские праздники, пока люди сидят за столом, пьянствуют, едят оливье, кому повезет, конечно. И можно по телевизору день и ночь крутить о том, какое большое достижение взяли Авдеевку. Поэтому, я думаю, вот с этим связано. И если говорить еще о других направлениях, видим, что и российские диверсионные группы пытаются проникнуть на территорию Украины, и там же уничтожаются. Господин Наев об этом говорил, отчитывался. А какая цель основной диверсионных групп проникать на уже деоккупированные территории, либо же приграничные районы, и в целом заходить на территорию, которая очень жестко охраняется вооруженными силами Украины? Ну, понять не мудрено, в названии ДРГ спрятана суть диверсионная разведательная группа. То есть это диверсия, это разведка. Забраться на нашу территорию, разведать сначала, посмотреть, куда перемещается техника, поспрашивать местных людей. Может, найти каких-то осведомителей, задать им вопросы, поставить им задание, чтобы в следующий раз они собрали больше информации о перемещении техники, живой силы. Наши планы по возможности, куда самолеты летят, где прячутся хаймарсы, вот это все. И второе, это диверсия. То есть устроить засаду, например, на дороге, заминировать ее, подорвать какую-то нашу технику, подорвать какую-то командную машину, захватить в плен какого-то нашего солдата, нашего командира, вытащить из него все данные, потом его уничтожить. То есть в этом вот смысл заключается диверсия плюс разведка. Хотелось бы также уточнить касательно украинской, в том числе, разведки. Учитывая то, что уже стало известно о том, что в российском Таганроге прилет по аэродрому, это было накануне, очевидцы сообщают, что горит как минимум одна русская птичка. Имеется в виду, конечно же, речь идет об каком-то из самолетов. Не уточняется, каком именно, но также непонятно, чем могли достать и что это значит, в первую очередь, для прикрытия своих же войск Российской Федерации с воздуха, как далеко. И если уже туда достают, это о чем свидетельствует? Пока звучит очень перспективно, но я стараюсь быть реалистом. Такие вещи должны быть на системной основе. Как только они будут системными, как только такие прилеты будут не разовые, а 5-6 раз в неделю в разные отдаленные регионы Российской Федерации, на европейской части, конечно, Российской Федерации, тогда можно говорить о том, что все, фух, какая-то системность у наших производителей есть или не у наших, неважно у кого, системность есть. Потому что, еще раз, один прилет — это не система, должно быть много. Смотрите, как Российская Федерация системно работает по Украине. Когда шахеды залетают, они залетают по 20-30, может, даже 40 штук. То есть это очень серьезно забивается наша противовоздушная оборона. Очень тяжело отвечать потом на те угрозы, которые идут после этой волны отвлекающей. Это вот ракеты разные, крылатые, баллистические, просто банально нечем стрелять уже. Поэтому, если такие прилеты есть, уже здорово. Кстати, вот писали, по-моему, только не Таганрог я видел в российских публикациях, а именно Ростов, что повреждены прилет на территорию аэродрома, птицы повреждены. Не говорят про уничтожение, говорят, что повреждены. Повреждение может быть разное. Вот, начиная поцарапанное стекло, заканчивая, что просто полностью винт оторвало, да, и там кабины нет. Можно же и так спозиционировать. Поэтому держим кулаки и верим, что появилась все-таки какая-то отмычка на то, чтобы доставать российскую авиацию и скопление российских войск далеко-далеко от линии боевого соприкосновения. Из публичного пространства информационного, знаете, так подутихло касательно предоставления самолетов F-16. Знаете, затиши перед бурей, мне это лично так напоминает. Но очень многие ошибаются в значении для сил обороны Украины сегодня F-16. Давайте об этом расскажем нашим зрителям. F-16. Приоритет для чего? Уничтожение, либо же охрана неба. Уничтожение противника, либо охрана неба. Все вместе. Это и уничтожение, правильно сказали, это и охрана. То есть, когда начинается атака, понятно, что авиация поднимается в небо, потому что по этой авиации на аэродромах может прилететь ракеты, беспилотники, и нужно их спасать. Это раз. Они в воздухе находятся, сбивают ракеты, беспилотники. Это два. И третье – это уничтожение наступающих российских войск или обороняющихся. Это все очень-очень важно. Почему мало сообщений об самолетах F-16? Потому что, ну, мы видим, работа идет, наши пилоты обучаются. Вот в Румынию переслали, перевели, перегнали первую партию F-16 для тренировок наших военных. То есть, это уже хорошо, уже хороший сигнал. Первая партия начинает свое обучение. Когда они закончат, мы не знаем. Я рассчитываю, что мы с вами об этом узнаем из новостных хроник, когда Российская Федерация начнет, и российские комментаторы, военкоры писать лихорадочно, что американские птицы, натовские птицы появились в нашем воздушном пространстве, ну, я имею в виду оккупированной территории. И вот это ночью будет ознаменовать, ознаменовывать новую, ну, новый этап. Не говорим, что это полный-полный водораздел, но новый этап этой войны точно. Ну, вот, собственно, могут нервничать прямо сейчас, потому что в Румынии продолжают готовить центры для подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом заявил спикер воздушных сил, вооруженных сил Украины Юрий Игнат. И в этих центрах устанавливают авиационные симуляторы и тренажеры, а также туда доставляют двухместные учебно-боевые самолеты F-16. И со временем, говорят о воздушных силах ВСУ, аналогичные базы будут созданы и в Украине. Как считаете, это вот начинается та новая эпоха изменений, тоже, возможно, даже реформы в воздушных силах Украины, поскольку F-16, похоже, это только начало? Ну, это процесс. То есть мы не говорим, что вот они уже в воздухе, если говорите, что тренировочные комплексы. То есть это только тренировка, подготовка, учебные полеты. Когда они появятся, ну, трудно сказать. Не хочу гадать, там, два месяца, три месяца. Это вот лучше от наших военных отталкиваться, они будут четко понимать, и от нашего командования. И могут даже сами сказать, а можно сказать, когда уже самолеты появятся в воздухе. Но в любом случае, главное, что процесс происходит, что пилоты обучаются, что уже тут вот этих задержек нету. Ну, второй вопрос для меня – это наличие ракет к этим самолетам. Об этом тоже нужно заботиться уже сейчас, потому что самолеты будут работать, ну, наверное, практически 24 на 7. Находиться в воздухе, ну, это так фигурально говорю, то есть их нужно обслуживать, запасные части приедут. А вот ракеты, тем более очень хорошие, очень значимые, очень дальнобойные, они стоят денег. Вот, смотрите, есть разные модификации, да, там, и Sparrow, да, и Sidewinder. Есть старые модификации, они стоят от 15 тысяч долларов. Но радиус действия там и много-много чего у них там своеобразно подстать к тому времени, когда они были изготовлены. А современные ракеты могут стоить и миллион долларов за штуку, да, ну, за эти ракеты нужно еще побороться нам. И вот как раз и подошли к очень интересному вопросу, который меня очень давно волнует. Давайте начнем с того, что диверсии на железных дорогах в России – это серьезная проблема для российских властей. И об этом пишет Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки в соцсети X. На октябрь этого года в российские суды поступило 76 дел о саботаже на железной дороге с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. 137 человек были привлечены к уголовной ответственности, и большинство из них в возрасте до 24 лет. Мы понимаем, что эти диверсии происходят на территории Российской Федерации. И тут, объединяя, скажем так, воздух и землю, когда в Украине появится уже F-16, это будет, скажем так, паритет или даже, возможно, преобладание Российской Федерации в небе. И можно ли повреждать, скажем так, те же железные дороги или другие очень важные узлы для российских войск, для их постачания? Забыла русское слово. Я требую. И вот, можно ли будет это делать F-16, учитывая, что ракеты туда подходят разных модификаций, в том числе и украинского производства? Вот и тут и дилемма. Вроде как западных партнеров самолеты, ракеты, возможно, будут украинские, и можно ли логистику уничтожать на территории Российской Федерации с воздуха этими ракетами благодаря F-16? Ой, да, вопросы дискуссионные. Вроде бы, с одной стороны, нам передают, да, вроде бы, можно использовать, но мы знаем, что есть ограничения на применение западной техники против объектов или по объектам, которые находятся на территории Российской Федерации. То есть, если это касается нашего вооружения, то, пожалуйста, западного вооружения нет. И вот здесь дискуссия, правильно говорите. Если самолет западный, то вроде как нельзя, а если ракеты украинские на западном вооружении, можно ли, да, или нельзя, или будет считаться половинка на серединку? То есть, это вопрос дискуссии. Я уверен, что он будет обсуждаться с теми странами, с руководством, политическим руководством тех стран, которые будут предоставлять эту технику. И вполне возможно, что отдельные страны скажут, да, пожалуйста, ради бога, делайте, что хотите, мы вам передали, а другие наоборот. Пожалуйста, нашу технику не использовать против Российской Федерации в границе 1991 года. То есть, может быть и такое решение. Если сейчас говорить также непосредственно о временно оккупированных территориях, лично вам о чем говорит то, что очень много, как бы так сказать, друзей Украины, местных жителей, которые до сих пор на некоторых территориях два года, как сопротивляются российской оккупации, на некоторых территориях более девяти лет сопротивляются оккупации. Вот непосредственно также АТЭШ недавно публиковал информацию, которую им передали доброжелательные люди из временно оккупированного Крыма о военных базах, о системах ПВО, о перебрасывании той или иной военной техники. Это говорит о том, что российская пропаганда не справляется с временно оккупированными территориями, как ни крути, но люди ждут силы обороны Крыны и ждут деоккупации. Я бы, наверное, перефразировал. Скорее всего, у наших разведывательных органов, разведка, контрразведка, неважно, нацполиция, все работают, НАБУ работают, все работают, ТБ работает. Есть подходы к этим людям, как убедить их помогать нам. Есть, конечно, варианты, когда люди сохранили преданность стране, и они помогают, насколько это возможно, рискуют просто каждый день невероятно катастрофически. А есть люди, которые вроде бы и да, но вроде бы и нет. Они находятся в такой серой зоне. Но у наших спецслужб есть аргументация, как убедить, как... Не заставить, нет, реально будет правильно сказать, как убедить, начать оказывать помощь Украине, передавать сначала небольшую информацию, хотя бы общественно-политического характера. Что происходит, кто там начальники, где размещается техника, хотя бы это элементарно. А потом уже планомерно получать информацию о четком перемещении техники, о направлениях, о местах стоянки. Это вот важно. И еще одна составляющая есть, что... Это нужно признать. Что есть люди, которые получили паспорт, я даже четко знаю, паспорт Российской Федерации, они даже стояли на площадях, да, Россия, приди, родная гавань, это все было. Потом они разочаровались. У них забрали дом, бизнес, недвижимость, движимое имущество. Они полностью разочаровались в Российской Федерации. И они снова готовы помогать Украине в надежде, что своими заслугами, своими достижениями они снивелируют все то предательство, которое было в 2014-2015 годах. То есть есть такая категория людей. Спасибо вам, Иван, за ваше время для телеканала Freedom. Напомню нашим зрителям. Иван Ступак, военный аналитик, сотрудник СБУ 2004-2015 годов, был с нами на связи. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова